Уважаемые друзья, я приветствую вас на телеканале «Импакт» И в свою очередь благодарю этот канал за возможность периодически посещать вас и представлять вам интересных гостей Сегодня у меня или у нас здесь в студии Виктор Судаков из города Екатеринбург, пастор церкви «Новая жизнь» Виктор прилетел в Сакраменто и, к большому моему удивлению, впервые в нашем славном Сакраменто Что-то с нами не так, если такие интересные личности проезжают или пролетают мимо Виктор, добрый день, доброе утро Доброе утро, Александр Спасибо, что вы согласились посетить нас Ну, мы знаем вас, и я убежден, что телезрители знают вас Может быть, на ты будем? Да, мы согласились, но так будет проще, хорошо Виктор, знают, смотрят, я интересовался в нашей церкви, смотрят тебя, смотрят проповеди, это здорово Не просто как бы в целях поднять человека, раскрутить человека, не о рейтинге идет речь Речь, на мой взгляд, идет о пользе послания, которое созидает, которое формирует человека И в наше время это не так легко найти людей, которые целенаправленно, много лет подряд, не отвлекаясь на всякие разборки, на всякие там интересные моменты, на всякие модные веяния Целенаправленно служат словом, исследуют слово, и это созидает людей, я бы сказал, поднимает целое поколение Это формирует человека, и это очень ценно Поэтому я хотел бы с вами, с тобой поговорить и, как говорится, сверить часы по некоторым моментам Разумеется, в чем-то я буду не согласен, но вопрос не в том У нас с вами 13 часов разницы между Сакрамом и Екатеринбургом, поэтому трудно сверить эти часы Хорошо, понял И все-таки, и все-таки, вот есть много богословских школ, бэкграундов, опыта разного, духовного Очень такая палитра большая Кто где вырос, на каких книгах, кто где уверовал, покаялся, крестился Всего так много сегодня в христианстве, что некоторые даже возвращаются в католицизм Потому что там хоть один папа, здесь каждый папа Ну, все-таки, хотелось бы вот задать несколько вопросов тебе, самых простых Вот, вот, твое определение, что такое, скажем, помазание, призвание, церковь, молитва Ну, вот так по очереди, например, церковь Вот, что такое или кто такая церковь? Ну, вот, я думаю, как и ты тоже, много же изучал разных богословских взглядов, да? И как-то я в последние годы своей жизни, а у нас, я уже 25 лет являюсь пастором, даже уже больше, уже 26-й год Вот, как-то я заметил, что у меня, мое богословие становится все проще и проще Вот, и я беру сегодня церковь просто как собрание, да? Собрание верующих людей, эклессия, эклессия Вот, и что интересно, чем бывает проще вот устройство, да? Вот, не в виде какой-то иерархии, а проще, чем бывает больше часто жизни в церкви Потому что чем сложнее устройство самой церкви, структура Вот ты говорил там о папах, да, католической, то тут невольно возникает целая такая иерархия Где невольно возникает христианское чиновничество Ну, я так назову, чиновничество там, они, конечно, называются иначе Вот, и в итоге получается так, что это уже больше не то, что организм, а организация Организация, я думаю, в основном проблемы, с которыми мы сталкиваемся в истории церкви Это было связано с организацией, потому что все люди хотят искать Господа, да? Вот, и дать, я думаю, возможность людям оптимально искать Бога Переживать духовный мир, переживать, познавать Господа В этом и есть цель церкви Ну, вот люди идут в церковь, ища Бога Это нормально? Это не парадокс? Они ищут Бога, а идут в церковь? Ну, я думаю, что там для наших, особенно народов, это естественно Я сам не из христианской семьи, я из обычной семьи И я пришел к вере в конце 80-х годов Это был 89-й год, когда я был студентом университета Вот, и, естественно, меня тогда мало интересовало, например, там, евангельское христианство Пятидесятничество, харизматия Я об этом мало что даже и знал тогда Но меня интересовал вопрос смерти То есть вот, у меня как бы не было, говорят, что люди приходят в церковь по-разному, да, с разными мотивами У меня не было нужды, там, в исцелении Слава Богу, был молодой, был здоровый Вот, и не было проблем с друзьями, с деньгами Я довольно легко учился, и мне было все хорошо Но вот вопрос именно бытия, или точнее небытия Что будет, когда мое бытие закончится То есть пошел в церковь? Да В целях поиска? Да, я пошел, естественно, живя в России, а куда еще идти? Пошел в церковь, и куда пошел прежде всего? В церковь православную пошел прежде всего Соответственно, напрашивается вопрос, что люди идут в церковь в поисках Бога или в поисках истины, и церковь может открыть Бога, и церковь может препятствовать на пути к Богу, или не так? Церковь может, я думаю, сделать так, что, как бы, вот, по сути, церковь, она больше не цель, она больше инструмент Вот о чем я Больше инструмент, помогать людям духовно взрослеть, духовно познавать Насколько люди это понимают, идя в церковь, включая протестантские церкви, первичная задача или конечная цель, это церковь или Бог? Конечно, конечная цель, это Бог И Писание, оно говорит, что все соединится под головою, да, все во всем Господь будет, вот, но, к сожалению, часто вот мы видим в истории церкви, когда сама церковь становилась, как бы, самоцелью, и уже люди работали больше на, даже не то, что на организм, как на организм Христа, а больше на структуру, на структуру работали Ну, хорошо, главное отличие организма от организации, если подразумевать, организм состоит из членов, организация из членства, вот в чем главное отличие? Я думаю, главное отличие, что организм, это как, вот, все мы являемся разными клеточками единого целого, вот, и здесь каждый важен, как пишет апостол Павел, даже наименьшее, большее попечение, мы полагаем, да, каждый важен здесь, и каждый ценен Когда мы говорим про организацию, тут есть такое, думаю, понятие, как вот коэффициент полезного действия, КПД, да, конечно, даже в организации, там, в какой-то консервативной организации люди могут что-то переживать, но насколько высок КПД, насколько высок этот, как бы, выхлоп Это определяющее, да? Да, определяющее, конечно, безусловно, церковь, она нуждается в финансах, нуждается в определенном жертве и служении, но все ради чего? Не ради того, чтобы, как бы, церковь, она лишь бы существовала, именно наша церковная организация, вот, а именно, чтобы это работало на познание Христа То есть, если в организации определяющим фактором и вообще, который определит мое там присутствие, пребывание, возрастание по служебной лестнице, это коэффициент полезности моей деятельности, то в церкви, наверное, это моя внутренняя удовлетворенность и убежденность, что я угодил хозяину, угодил господину, угодил Христу, наверное, это главный мотиватор Да, и познал его, думал, как написано у Павла, да, соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом, вот этого, знаешь, вот, сладостный момент соединения с Господом Вот, знаешь, это, можно так вот привести пример, вот, у нас недавно были праздники, Новый год, да, Рождество, и это время... Второй раз уже, да? Ну, у нас в России двойное благословение, у нас же и Старый Новый год, и Новый Новый год, и Рождество у нас по ильянскому, по григорианскому календарю, вот, удивляюсь, как до сих пор еще люди не празднуют свое день рождения два раза, да, по старому и новому стилю И вот, знаешь, это время гостей, когда все друг к другу ходят в гости, дарят подарки И вот, знаешь, вот обратил внимание, когда, вот, ну, у нас, особенно в России, здесь, в Америке, немножко иначе, здесь как-то можно друзей пригласить, особенно американцы приглашают друзей и идут вместе в ресторан У нас все-таки, когда нужно дома готовить, и обычно, когда большие какие-то гости на праздники, жена, там, дети, там, девочки, у нас, у меня три девочки, там, что-то готовят, это, в принципе, ну, можно полдня уйти на готовку, нужно дом прибрать, нужно все приготовить и все приготовить И вот, обращая внимание, иногда, вот, приходят в гости, да, вот, люди, да, ты, там, готовил, собирал дом, готовил еду, готовил пищу, люди приходят, да, вот, и они покушали, ведь, в принципе, сейчас можно покушать хоть где, да, не обязательно для этого ходить друг к другу в гости, вот Но иногда вот проходит такой момент, когда они, они приходят, и у них очень много всякой суеты, и сейчас время, и одному нужно туда, и там кому-то нужно раньше лечь, потому что ему надо раньше встать Люди приходят, там, что-то быстро поели как-то и разошлись, и ты после этих гостей сидишь и думаешь, а зачем было столько усилий, чтобы просто вот что-то поели в суете, что-то вот как-то так вот быстро-быстро А есть по-другому, когда вот ты приходишь, там, ты, там, готовился, вот, пришли гости, и вы, там, кушаете сначала, ну, первое знакомство, вот, когда, ну, какие-то фразы, да, и потом, знаешь, наступает момент, когда, уже это ближе к чаю, да, когда уже все так насытились, и все, и наступает такой момент, когда, вот, сладостный момент, когда у людей рождается общение, вот это, знаешь, вот соединение между людьми, и они начинают разговаривать, открываться друг и слышать друг друга Друг друга слышать, друг перед другом открываться, и вот эти минуты, вот, общности, я вот так вот думаю, единение, все было ради, вот, именно этих минут общения А если этих минут не наступает, там, по-быстрому, там, что-то, кто-то кричит, нужно идти, там, и ты думаешь, а зачем, а зачем все это было, вот, зачем мы полдня тут пахали, готовили, жарили, парили, да, зачем это все было, ради чего? Точно так же церковь, конечно, в церкви много труда, там, и административного, и с помещениями, и с зданиями, но важно понимать, ради чего, вот, ради этих момент, когда люди переживают Божье присутствие, люди переживают Божью благодать А когда, особенно, знаешь, вот, у вас, там, сейчас, вот, день рождения церкви, когда конференции какие-то проходят, это же большая подготовка, и гостей принять, и траты определенные, там, всевозможные И когда наступает момент, когда ты чувствуешь, вот, на каких-то собраниях, вот, просто, вот, Бог сходит, вот, знаешь, вот, есть проповеди не очень хорошие, есть проповеди хорошие, а есть проповеди нехорошие, не нехорошие, а как будто, вот, это, Бог говорит к людям Вот, знаешь, тут нельзя оценивать, это хорошо или это нехорошо, это просто, вот, вот, ради этих минут, и ты думаешь, все было не зря, вот, мы пахали, все было не зря А если этого не наступает, если вот все вот так, вот так вот, и ты думаешь, а что мы суетимся? То есть церковь — это собрание людей, любящих Христа, рожденных от Духа Христова, да, и которые собираются во имя Христа, ради Христа. Помазанных Духом Божьим. Да, и это церковь. Хорошо. Что такое помазание? Ну, помазание очень просто. Это Христос. Переводят помазание, на греческом звучит Христос. И это помазание — это наполнение Духом Божьим, помазание Духом Божьим. И я, поскольку тема даже не то, что помазания, а больше тема помазанников, она как-то все последние годы очень актуальна. Тут надо, как бы я исследуя Библию, прихожу к такому выводу, что в Библии помазанными, помазанниками названы либо Христос, либо Церковь, то есть тело Христа. Когда мы выделяем каких-то особых людей в какую-то особую привилегированную группу помазанников, то это противоречит совершенно новому принципу Нового Завета. Потому что я могу сказать, что я помазанник. Точно так же, как и все в нашей Церкви помазанники. Разный духовный, как вот одна фамилия, может быть, разный возраст в семье, но у всех одна фамилия. Точно так же у нас может быть разный духовный образ. Хорошо. Как объяснить тогда тот факт, что отдельных людей Бог помазывал на царство, других помазывал на пророков, допустим, и третьих на священство. Это Ветхий Завет. И они не могли оперировать, если ты священник, ты не должен оперировать в позиции царя. Или если ты царь, редко это так совпадало или пересекалось, как в случае с Давидом. Но, в принципе, люди некоторые даже дерзали пробовать себя в роли священства, да. И Бог их наказывал, потому что они не были помазаны на эту позицию. Не говорит ли это о том, что все-таки помазание определяет географию моего служения? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, это больше все, что ты привел примеры, Александр, это Ветхий Завет. Вот когда мы говорим о Новом Завете, мы не видим, чтобы вот этот термин «помазанник» относился к какому-либо отдельному человеку. То есть я специально смотрел все, изучал Новый Завет на эту тему. К отдельному человеку помазанник относится только к Иисусу Христу. Он — помазанник. Не называются ни апостолы, ни… Хорошо, не говорим о помазанниках. Говорим, помазывает ли Бог человека, поставляя его. Ни одних поставил пасторами, других там. Это уже больше идет речь о призвании человека. Уже о призвании человека. Но Бог помазывает человека на это служение, как бы специфически содействует ему в этом служении. Когда Павел пошел сразу к евреям, он не имел содействия. А потом уже в Галатане он сказал, содействовавший Петру в апостольстве. Конечно, когда Бог ставит перед человеком определенные задачи или цели, он дает средства для исполнения этого. То есть он дает какие-то… Если мы рассматриваем не как помазание, а как некие дары, которые Бог дает для исполнения своих целей. Да, конечно, это дары служения. Потому что в моем случае есть какое-то подозрение, что человек, который воспринимает помазание и считает себя помазанником, такое чувство, что за что бы он ни взялся, он будет иметь успех. Вот если я помазан Богом, да, то захочу бизнесом занялся, буду иметь успех, захочу телевидением буду заниматься, захочу буду музыкантом, буду иметь успех, захочу пастором быть, тоже буду иметь успех. И мы видим на примерах в церкви, очень легко нашей гордости возрасти. И все последние годы мы видим, как много было создано разных в нашем русскоязычном, русскоговорящем христианстве разных кумиров. И неизбежно эти кумиры потом падали. Библия говорит, Бог не даст своей славы никому. Думаю, Господь, Он талантлив во всем. Вот Он талантлив во всем. Мы всего лишь люди. И когда вот заповедь, да, что не сотвори себе кумира, вот как бы я всегда, когда пришел к вере, думал, что это прежде всего говорится, что не нужны иконы, изображения какие-то. Сейчас думаю, как смешно в принципе. Потому что мы часто создаем кумиров из людей, да, в протестантизме немало иконы, это такие иконы, людские, скажем, иконы, которым люди уже, как вот, знаешь, говорят, что икона богословия в красках, что как бы мы не иконе, а Богу через икону поклоняемся. То есть он также, люди, они как будто через человека поклоняются Богу. Но написано в Библии, что есть только Иисус Христос, через которого мы приходим к Небесному Отцу. Не смотри, никакого образа, ни на небе, ни на земле, ни на человека. Нам не нужны, не нужны люди для того, чтобы идти к Небесному Отцу, какими бы они ни были чистыми, духовными и святыми. Вот это удивительно, вот это удивительно. То есть у нас все еще массы людей идут к Богу через посредников. Да, и результатом этого всегда бывает разочарование. Потому что, ну, когда ты очарован в чем-то, ты легко потом разочаровываешься в чем-то. Вот, и как вот я люблю, особенно в молодости любил читать фэнтези, там, знаешь, было часто вот такие порталы какие-то, вот порталы выйти в другое время, там, или там в другую галактику. Вот точно так же такое ощущение, что сегодня очень многие христиане в постоянном поиске не Бога, а порталов. Они ищут вот порталы, то есть найти какой-то портал, чтобы через него так вот раз, и вот сошло, там, помазание, там, или еще что-то. И вот, вот он переживает Господа, как никогда. Вот. Чаще всего, даже когда люди это ожидают, это просто эмоции, ощущения. Ничего плохого в эмоциях я не вижу. Проблема, когда люди путают эмоции часто с переживаниями Бога. Потому что мы видим в Писании, что иногда переживания Бога бывают далеко не радужные эмоции. Там некоторые пророки, они болели после того, как присутствие Божие приходило, и как Господь к ним говорил. И все-таки с чем это связано, что такой массовый поиск, или тяга, или увлечение вот этими порталами? Увлечение, потому что люди, я думаю так, если брать, может быть, глубинно вот эту проблему, часто люди приходят не для того, чтобы что-то в церковь, чтобы что-то давать, а чтобы брать, чтобы принимать. Даже как-то один мой знакомый сказал, что люди воры, они приходят в церковь только, чтобы что-то к себе забрать, получить. Если они не забирают, они недовольны этим. И у них отношение к Богу такое же. То есть мне что-то нужно, благословение, исцеление. Опять-таки в этом ничего нет плохого. Плохо, когда единственное, в чем нуждаются люди, только это. И есть спрос, есть предложение. Появляются люди, которые говорят, что да, через мое служение вы все это можете получить в комплекте. Вставайте партнерами служения. И как бы у людей весь их духовный поиск сконцентрируется на одном человеке. И потом, что интересно, если с этим человеком что-то происходит, то у них потом и отношения с Богом точно так же разваливаются. Выстраиваются. Разваливаются после этого. Один из таких примеров на заре моей христианской жизни. Я много слушал проповеди, это конец 80-х годов, Джимми Свагерта. И когда там были скандалы со служением Джимми Свагерта, огромное количество людей, они не в Свагерте, а в Боге разочаровались. То есть для них авторитет Бога как бы неразрывно связан с авторитетом какого-то человека. Это очень параллельно тому, о чем мы начали говорить в самом начале передачи, что люди идут в церковь ради Бога. По идее, правильно, да. Но идут в церковь. То есть церковь может им в этом посодействовать, как собрание людей, не заслонить Бога, не воспрепятствовать, а наоборот приучить собираться во имя Иисуса Христа. Если двое или трое собраны во имя, то есть вы ради меня пришли сюда. Христос как бы справился. Вы ради меня вообще сюда пришли? Тогда я здесь. Если вы пришли использовать меня, но ради себя и своих интересов, своей конфессии, своих взглядов или еще чего-то, и хотите меня использовать в качестве подпорки для своих уже устоявшихся взглядов и амбиций, ну, наверное, тогда меня там не будет. Я там не присутствую. И мы же видим по истории церкви, особенно средневековья, этим очень страдало, погрешило, что именем Бога люди добивались исключительно, абсолютно своих целей. Завоевывали целые территории с мечом и так далее. А богословие и Бог — это были просто вспомогательный элемент для их исключительно человеческих амбиций. Тут возникает, знаешь, взаимосвязанный вопрос, а что тогда пасторам делать в такой ситуации? И вот я как-то наткнулся на такой пример с яйцом, что когда яйцо в инкубаторе, там цыпленок внутри находится, он на определенное время должен там развиваться, расти, и в конце концов для него яйцо-то становится маленьким уже, ему там уже неудобно. И вот он постепенно начинает изнутри проклевывать, проклевывать, проклевывать. И если попытаться ему помочь снаружи, то есть как бы думаешь, что там маленький бедный цыпленок, он там находится внутри, а я помогу и снаружи, то это приводит к гибели цыпленка. Потому что все должно быть естественно. Нельзя искусственно сделать так, чтобы цыпленок вылупился раньше. То есть нельзя ускорить. Нельзя это ускорить. Я думаю, в чем проблема? Люди в наше время, особенно время скоростей, когда можно за несколько часов пролететь с нашего города буквально к вам на другую, предположенную сторону света. И мы очень быстро хотим. Люди хотят прийти в церковь и за короткое время пережить все то, о чем написано в Библии. Благословение, помазание, все прочее, прочее, прочее. Бог это обещает, но это шаг за шагом идет. Это как процесс духовного созревания, взросления. И появляются часто люди, которые говорят, а мы тебе это сделаем быстрее. Раньше ты так переживешь, что там люди годами достигают то, что ты достигнешь буквально за месяц. Но только у нас. Да, 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 это эксклюзивно должно быть. И они как бы помогают. И к чему это приводит? К гибели цыплят. И я, когда читал про то, как могут цыпленку помочь. А помощь может быть только одна, когда вот это яйцо снаружи просто опрыскивают водой, чтобы скорлупа была помягче, и цыпленку изнутри было полегче вылупиться. И я, когда это читал, знаешь, у меня бывает иногда откровение, получаешь не только через Библию, но даже через какие-то популярные научные или передачи, или книги. И тут я вдруг увидел, вот в чем мое пастырское служение. Не помогать насильно людям вылупляться, как-то поднимать до какого-то уровня, а просто смачивать водой. Вода – это в Библии символ слова. Когда ты помогаешь, чтобы им было проще, смягчаешь эту скорлупу, но пробиться они должны сами. Но созревание – это абсолютно твой личный процесс. Да, и твой труд изнутри идет, изнутри. И тебе ни один великий пастор, проповедник, каким бы он духовным ни был, не сможет этот процесс ускорить. Он может помочь через здравое учение, через смачивание вот Словом Божьим. Спасибо, Виктор, это очень здорово. Просто очень важно, очень здорово. Потому что люди ждут фокусов, люди ждут формулы. Вот разложи мне по формуле, чтобы я от точки А к точке Б прошел быстро, и чтобы прогарантировать мой успех и так далее. То есть это на грани обольщения какого-то, да. Есть естественное созревание. В ключе этой беседы, о чем мы сейчас говорим, чудеса, то есть элемент сверхъестественного. Меня зацепил тот факт в Библии, что самый большой пророк, который больше не восставал, Иоанн Креститель, которому была поручена самая ответственная миссия за всю историю человечества, указать на Христа, он не сотворил никакого чуда. Вот этот факт меня просто, ну как, выключил. С чем это может быть связано? Почему так? Разве бы чудеса ему не помогли? Ну, с одной стороны, конечно, я понимаю, что Бог творец чудес. Бог творец чудес. Но с другой стороны, вот мы же молимся, когда мы просим, там, молитвы «Отче наш», да, да будет воля твоя одна из частей этой молитвы. То есть, когда мы приходим, мы же не пытаемся, нам иногда кажется, нам иногда кажется, что вот мы знаем наилучший план для нашей жизни, что должно быть все так, так и так. Это нам не кажется, мы точно уверены в этом, да. И необходимо вот тут чудо, вот тут чудо. Стало из Бога убедитесь. Вот тут чудо, да. И все наши молитвы, хотя мы говорим, молитва – это общение с Господом. Да ну, какое вообще общение с Господом? Молитва – это просьба Бога благословить наш план. Это заказ, да. Да, это требование дать Его силу. То есть, воля наша, она нам ясна, она нам кажется наилучшей для нашей жизни. Сил не хватает, чудес нам нужно больше, сверхъестественное нужно, но не получается у нас. И вот для этого нам нужна молитва. Вот. И когда мы часто не получаем того, что мы ожидаем, мы разочаровываемся. Что-то Бог молчит, Бог не отвечает. А ты с Ним общался. И вот в отношении, знаешь, чудес, я думаю, что у тебя, как у меня, много людей часто пишут через социальные сети, много просьб. Иногда бывает столько много просьб, бывает, что там помощники показывают, сколько просят, или вопросов, то ты понимаешь, что невозможно всем качественно ответить. Ну, по крайней мере, в моем служении вот так происходит, да. Но я всегда отличаю, кто это пишет, потому что часто это пишут люди из нашей церкви. И для меня люди из нашей церкви, из нашей общины, где я являюсь пастором, да, вот, и особенно люди, которых я знаю хорошо. Для меня их просьбы, их вопросы, это что-то особенное. То есть я отличаю их просьбы, их вопросы от просьб и вопросов остальных людей. По какой причине? Потому что с этими людьми у меня есть какие-то отношения. Отношения. И из-за отношений их просьба для меня отличается. Так вот, часто мы в нашей духовной жизни мы не выстраиваем с Богу отношения, а приходим к Нему с какими-то просьбами и все. Я думаю, что все должно начинаться прежде всего с отношений. С отношений, когда мы познаем сердце Господа, переживаем Его помазание, переживаем Его благодать. Я верю в молитвы, и Бог отвечает на молитвы. Я верю в чудеса, и Бог отвечает. Делает много сверхъестественного. Но когда люди, они верят в какие-то конвейеры чудес, что, знаешь, они молятся или включают какие-то духовные механизмы, как комбайнер сидит, там три шага чудо, пять шагов веры. Ты как бы подключаешь, как на паровозе. Это включил, заслонку открыл, пар пошел, все, чудо. И вот как бы нам изучить этот механизм, быть профи в духовном мире? Это не механизм, это отношения. Мы верим в Библии, Бог показан как личность. Это отношения между личностями. А это требует время, требует время. Вау, замечательно. Это просто прекрасно. И я очень надеюсь, что люди это слышат, и слышат сердцем, и сумеют это как бы взять. А еще что меня очень удивило, когда в тот день, в самый ответственный, важный день жизни человека, будем мы предстоять перед Богом, будет группа людей, которые скажут, не твоим ли именем мы? Вот многие чудеса творили. И они будут удивлены. Не просто мы будем удивлены, зная этих людей, что они творили чудеса, но сами люди, творившие эти чудеса, будут удивлены. Мы же твоим именем это делали. То есть их акцент будет на чудеса. Смотри, да они Богу показывают, самому, смотри, мы же чудеса творили. И не просто так, твоим именем. Я вот в моем окружении знаю людей, которые говорят, так имя же Иисуса призывают. Ведь имя Иисуса призывают. Не может быть другой источник этих чудес. Только Иисус. Они же во имя Иисуса это делают. И удивление самое большое вызывает то, что Христос скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие. Акценты очень разные. Он им показывает на их образ жизни, а они ему показывают на чудеса, которые они творили. Он им показывает, отойдите, делающие беззаконие, а они ему говорят, так мы же чудеса твоим именем творили. Тут, знаешь, еще интересно, не твоим ли именем люди все время ищут каких-то формул. Если правильно сказать определенную формулу, должно сработать. Если не срабатывает, может быть, формула не совсем ясна. Как сегодня в некоторых христианских кругах считается, что надо правильно все говорить. Почему мало чудес? Мы, наверное, говорим во имя Иисуса, а нужно во имя Ишуа говорить. Его же не Иисус звали, Ишуа. И вот так вот, и вот тогда заработает. Хотя мы видим смысл не в правильности произнесения имени. Например, у меня маленький сын, он часто мое имя так коверкает и путает, но я не меньше и люблю, и не меньше отвечаю на его молитвы, на его просьбы ко мне. Здесь суть Иисус показал в другом. Отойдите от меня, я делающее беззаконие, я никогда не знал вас. И опять приходим к тому, что здесь суть не в формуле, суть не в правильности изучения механизма духовной жизни, там как бы включить правильную кнопочку и нажать. А отношения с Богом. Я никогда не знал вас. Лично, познание Иисуса Христа. Мы были незнакомы, да? Мы были незнакомы. Да, мы были незнакомы. Можно быть, оказывается, в церкви, использовать имя Иисуса Христа, и даже какие-то там видеть чудеса, но при этом не иметь отношения. Thank you, Jesus. Благодарю, Виктор. Благодарю. Значит, еще несколько важных моментов касательно нашей пастерской жизни и деятельности. Думаю, что это будет важно. А как вы думаете, вот усталость, она вообще присуща пастору, усталость и апатия? Когда вот в какое-то утро или в какой-то вечер ты прямо удивляешься тому, что тебе ничего не хочется делать. Может, об этом страшно говорить, может быть, это нужно мужество, много иметь, чтобы сказать это очень прямо и открыто, но, может, это только у меня такое, но такие периоды были и есть иногда. Что это? Ну, я, может быть, боюсь показаться недуховным человеком, но вот психологи, психотерапевты говорят, что люди, чья работа связана с публичной деятельностью, то есть со скоплением людей, там, артисты какие-то, они так или иначе подвержены намного большему эмоциональному внутреннему выгоранию. И поэтому часто экстравагантные выходки актеров, вот то, что часто звезды бывают, чудят, потому что эмоционально выгоревшие, а эмоционально опустошенные, опустошенные, из-за чего? Поставленные концерты, публичная деятельность, интервью. Какой планка, да? Да, да, да. Мы нуждаемся в постоянном, как вот физически, но невозможно постоянно работать, ты должен отдыхать. Невозможно, например, если хочешь накачать мышцы, пойти и каждый день с утра до вечера быть в тренажерном зале, в фитнес-клубе, ты должен отдыхать. Точно так же эмоциональность, она имеет некий, как бы, лимит, им лимит, когда уже нет, как пел Макалевич, ни слов, ни музыки, ни сил, и ты эмоционально опустошен, ты должен быть наполнен. Но публичная деятельность приводит к тому, что вот время восстановления либо нет, либо мизерное, а время отдачи огромное. Вот я еще раз говорю, боюсь показаться каким-то недуховным человеком, но во многом служение проповедника, пастора, это публичная деятельность. Если мы берем не с точки зрения духовности, а с точки зрения бытовой, это публичная деятельность. А особенно востребованные служители, востребованные проповедники, они постоянно много путешествуют. Постоянные собрания, постоянные проповеди. И вот я даже по себе замечаю, что в принципе за 25 лет своей пастырской проповеднической деятельности уже научился быть спикером, научился быть оратором. Но из-за часто плотного графика нету вот этого эмоционального восстановления. Ведь люди же хотят не просто услышать правильные проповеди, правильные слова. Они твое сердце хотят. Они твое сердце хотят. А у тебя нету этого. И ты внутри эмоционально выгораешь. И у меня, я скажу честно, у нас, мы несколько лет назад приобрели здание в центре Екатеринбурга. И я вынужден был сильно погрузиться в административную деятельность нашей церкви. То есть это деньги, банковские кредиты, ремонты. То есть очень-очень много. И в прошлом сентябре я как-то проснулся утром. И я вдруг ощутил внутри себя такое спокойствие и мысль. Я не хочу жить. Вот просто я не хочу жить. Я не вижу смысла для жизни. Я не знаю, зачем этот день нужен мне. У меня вот там дела, какая-то встреча. А жить не хочется. Через какое-то время жена заметила, что я стал какой-то странный. В общем, мы отвели, пошли к психотерапевтам и сказали, что у вас хронический стресс и истощенность. Сказали, что вам нужно ложиться. У нас есть такая клиника неврозов. Нужно ложиться туда и лежать. И знаешь, Александр, я помню, это было воскресное собрание, и в понедельник я должен был ложиться в больницу. У меня была проповедь. Тема новая, готовая проповедь. Но я в воскресенье утром почувствовал, что сил говорить у меня нет. Просто нет сил. Слава Богу, есть помощники. Я позвонил, сказали, пастор, не переживай. Мы... Будут проповедь. Я просто приехал на собрание, просто сидел. Это было первое воскресенье сентября. Очень хорошо это запомнил. И у нас в первое собрание воскресное, нового месяца, всегда причастие в конце, вечере Господне. И мне сказали, пастор, причастие ты, может быть, сам проведешь? Я говорю, да, причастие проведу. И в конце я вышел, хлеб, вино. Я начал молиться. И вдруг пережил то, что я, честно скажу, за 25 лет никогда не переживал. Как будто что-то прошло сверху донизу, прямо по мне. Я ничего умом не понял, но такого я никогда еще не ощущал во время молитв за причастие. И как будто что-то переключилось. После этого я был в таком состоянии. Обычно у пастора воскресный день самый нагруженный день. И я поехал по делам. И моя жена поехала по делам. И до сих пор помню, без пяти-шесть вечера я вдруг почувствовал, что как будто кто-то взял камень с груди и снял меня. Я тут же набрал телефон и своей жене позвонил. А вы знаете, когда обычно у тебя внутреннее выгорание, эмоциональная опустошенность, эта депрессия, у тебя и с близкими натянутые отношения. Ну, с близкими. Кто может быть ближе к жене? И у нас с ней были трудные отношения в эти последние недели. Я говорю супруге, Диану, говорю, у меня что-то произошло. Она говорит, ты не представляешь, у меня пять минут назад то же самое было. И я сказал, все, Диан, меня Бог исцелил. Я никуда не пойду, никуда не пойду. Но жена настояла, говорит, хорошо, если ты не хочешь ложиться, все равно к врачу должен сходить. И я, не откладывая, в этот же вечер поехал к врачу, лежал на кушетке, и ему рассказывал о вещах. И он мне говорит, Виктор говорит, я понимаю, что ты пастор. Я не такой, может быть, духовный, как ты, но я ощущаю, что у тебя много внутри накопилось страхов. Много накопилось страхов. Я говорю, да я об этом не думал. Он говорит, ну подумай, какие-то страхи. И вдруг я понял, что есть такое ощущение, что когда большая деятельность, от тебя очень многое зависит. И я чувствую, что я должен многим людям помогать. Ты конечная инстанция. Да. И я вдруг понял, что у меня есть глубинный страх. Ко мне обратятся за помощью, а я помочь не смогу. И меня это до жути пугало. И он говорит, ты чувствуешь страх? Я говорю, да, чувствую. Он говорит, скажи. И я ему об этом сказал. И тут врач, не пастор, не проповедник, не апостол, врач сказал мне, Виктор, ну ты же пастор церкви. Я говорю, да. Он говорит, ну ты же должен понимать, что это ведь не ты делаешь, а Бог через тебя делает. Чего ты напрягаешься и боишься? И ты знаешь, это была как будто финальная точка, когда я думал, господи, ты можешь даже через осла говорить, тем более через доктора, через врача, так он мне сказал. И я говорю, вы правы. И вот он говорит, ничего, просто полежи, отдохни. И я после этого почувствовал себя полностью исцеленным, полностью исцеленным. И я для себя вынес огромный урок, что как бы ни была нагрузка, важно не на себя уповать. А особенно, знаешь, Александр, с опытом служения, с практикой, ты уже много можешь, многое умеешь. И здесь есть большая опытность при всех плюсах, есть большая опасность. Ты перестаешь быть ребенком. А Царство Божие детям принадлежит. Я очень стал взрослым, таким мужем Божьим, а не ребенком стал. И тут я вдруг понял, что так ведь это не я, это же Он через меня. И важно не заменить Бога, не только каким-то великим апостолом или помазанником, важно Бога не заменить своим опытом, важно Бога не заменить своей практикой. Как же получается, Виктор, что, да, беззаботное детство, у ребенка нет вот этих страхов, чем буду кормить семью завтра, как мы будем платить там по счетам, да. У него нет этих страхов, потому что у него есть отец и мама. И он это понимает, он даже не понимает этого, он просто не понимая этого живет. Но мы же учимся доверять Богу через всю жизнь. Наверное, некоторые духовные эксперты сказали бы тебе по-другому, что ты духовно упал. Это не твоя физическая истощенность, не надо путать вещи. Ты духовно перестал уповать на Бога, и это была духовная проблема. То есть ты бы не устал, у тебя было бы все хорошо. То есть это не физиологическая проблема, это не проблема тела и истощенности эмоциональной, это проблема духа. Если бы ты был в тонусе, если бы ты ходил с Богом близко, у тебя бы это не произошло. Так ли это? Вот у нас вот такое вот мышление немножко, вот такое, знаешь, западное мышление, все разбить по полочкам. У нас вот есть дух, есть душа, есть тело. Вот это к чему относится, это к чему? Мне очень нравится, на Востоке часто, знаешь, подход такой интегральный, целостный. Где кончается дух, начинается душа. Где там вот, то очень трудно. Это все взаимосвязано. И я в чем-то соглашусь, это и духовная была тоже проблема. У Бориса Борисовича Гребенщикова есть такая песня, и там слова такие. Наше дыхание свято, мы движемся всех любя, но дай нам немного силы, Господи, мы все подомнем под себя. Вот, я замечаю, что часто вот в этом усилении, как я сказал, в опытности, вот есть проблема уповать больше уже на себя, вот, и подминать под себя. И я не могу сказать, что вот я этому не подвержен, вот там, вот есть какие-то люди. Я вижу в себе много вот слабостей каких-то определенных. И да, наверное, в чем-то я переключился, потому что когда решаешь эти проблемы, эти вопросы, и у тебя получается, и какие-то вещи тебе удаются, то ты начинаешь так высоко о себе думать, что вот благодать для тебя из-за что-то жизненного превращается просто в теологическую доктрину. Вот я общаюсь часто с некоторыми пастырами, которые, как и я, начали служение церкви вот где-то в начале 90-х годов. Вот я общаюсь часто с ними, вижу, что мы довольно-таки простые люди, довольно-таки, ну, многие образования особого не имеют. Однако очень большие служения, и не маленькие церкви. И я вижу в этом милость и благодать Господа. Но общаясь часто с пастырами, я замечаю, что вот оценивая себя вот по размерам своей церкви, они думают, какой все-таки я классный человек, какой все-таки я потрясающий, потрясающий служитель. И это, конечно, большая опасность. Вот. Потому что не нужно... Было особое благодатное время. Я знаю, что, например, где-то вот в 2000-е начинает церковь. Это совсем было другое время. И там было ни при чем-то с образованием или без образований. Ни при чем. Народ валил в церкви массово независимо. Да. Я вот начал церковь, мне было 19 лет. Я только получил образование через несколько лет, когда уже поехал в Упсулу, в Швецию учиться, уже будучи пастыром церкви. Молодой парень, да. Это что я знал, что я понимал, что я умил. Кроме как бы жажды, искренности, наверное, больше ничего. Но все-таки, Виктор, заканчивай этот маленький разговор наш, но чрезвычайно важный. Какой вообще ты бы сделал вывод, если суммировать весь твой опыт, через который ты прошел осенью прошлого года. Получается, что по мере возрастания успеха, развития дела, когда есть и ресурсы, и признание, то, что такое комплексное благословение приходит во всех сферах, и авторитет вырастет, и ресурсы растут, и люди видят успех во всем, и ты сам это видишь и оцениваешь, и ответственности больше и больше, что происходит с человеком, от чего стоит предостеречь успешных служителей. Потому что неуспешные сами понимают, они Бога ищут и падают в свою яму. А вот от чего стоит предостеречь стремительно растущее служение? Я думаю, стоит прежде всего предостеречь от потери, вот то, что апостол Павел называет непрестанная молитва, непрестанная молитва. То есть молитва не как некая просьба к Богу о чем-то, а постоянная внутренняя связь с Ним, где бы ты ни находился. Что это дает? Это дает то, что ты вдруг понимаешь, это не ты, а это Он через тебя. Иногда есть некоторые вещи, когда ты понимаешь, я это не могу сделать. Я бы хотел, но я не могу сделать. Бог это может сделать через меня, но это Он решает, это не я решаю. Это приводит к тому, что к скромности приводит. К скромности. Об этом не так часто говорится в церкви, особенно среди пасторов, а это ведь очень важно. Был потрясающий тест. Господь, можно сказать, поймал меня однажды. Был такой случай. Один человек пожертвовал финансы на служение. Но мне, конечно, интересно. И я спрашиваю, а что попудило вас пожертвовать именно в наше служение? Потому что все-таки служений много. Вы пожертвовали в наше служение. Он говорит, вы знаете, я вас даже не знал. Просто вот так Бог как-то мне сказал сделать это и все. Я думаю, да. С одной стороны, конечно, приятно, что Бог так ему сказал именно нам пожертвовать. Но мы все равно уловляемся у себя. С другой стороны, думаю, странно. Если бы человек получил благословение от нашего служения, питался от нашего служения, и вот у него естественное расположение благословения. Но здесь этого не было. И ты сразу ловишь. Я поймал себя. Как же тебе хочется услышать это, что ты дал ему. Он принял благословение тебе. Имеет смысл. С одной стороны, конечно, благодарность. И вообще, это всегда хорошее качество, когда люди умеют благодарить тебя за служение. Да, мы еще за другом. Да, вот с одной стороны. Но есть другая сторона, когда ты зависим уже от благодарности, зависим уже, что вот... Все-таки мы должны же понимать, что наша награда, она прежде всего на небесах. Это важно не просто теологически в проповеди знать, но это пережить в жизни. Потому что вот недаром один человек сказал, говорит, что самый долгий путь, и самый трудный путь, это путь вот отсюда, вот сюда. Мы порой очень много знаем, но когда это становится не просто нашим умственным, интеллектуальным знанием, а сегодня нет... Это вот, помню, в 80-е годы было трудно получить богословское образование. Было очень мало книг на русском языке, особенно доступных. Сейчас же огромное количество богословской информации. Можно не выходя из своего дома, из своего города, не выезжая, получить богословские степени, дипломы всевозможные. Но вот этот путь вот отсюда, вот сюда. Я почему-то верю, что у верующего человека как раз путь отсюда-сюда идет. То есть первично сердце и Дух Божий работают с Духом человека. Потом уже я, как сторонний наблюдатель своим разумом, как-то могу что-то объяснить в тех процессах. Ну, мне так думается. Виктор, продолжая наш разговор, у нас есть еще минут, наверное, 14, я хотел бы немножко поговорить, скажем, о творчестве. И в слово «творчество» хотелось бы вложить более широкий смысл. Ну, наверное, я не буду делать или пытаться делать определение слова «творчество», но это не только музыка, не только искусство. Это, наверное, как человек и говорит, и манера общения, и дизайн в церкви. А дизайн, как вот ты выразился, оно все у нас, мы цельные, да, это все в комплексе. Ты одному человеку научишь его приветствовать, но он все равно кривляется, он все равно, ну, он все равно притворяется. Это не его естественное, ну, как-то он не вызрел, как тот цыпленок, что ли. А другой человек, естественно, это делает, естественно, привлекает к себе людей. То есть столько тайн разных. Вообще, что такое творчество? Есть ему место в церкви? Я помню, что меня раз чуть ли не наказали в традиционной церкви за то, что я сказал, что у Бога богатая фантазия. И кто-то ухватился за это слово, что Бог фантазер, ты сделал Бога фантазером. Конечно же, я не это пытался сказать. Ну, когда мы смотрим на павлинов, на каких-то ящериц, мы видим крокодилов. Анёб, Анёб. Бог, Бог, он... Ну, всё-таки вот место творчества. Что это такое? Я не думаю, что если в церкви место творчества, я считаю, что в церкви не может без творчества, потому что если мы говорим, что мы дети небесного отца, дети должны быть подобны своему отцу, они несут в себе генетику отца. Наш Отец Небесный, он по Библии творец. Значит, в нас должны быть его гены. То есть творческий подход, творческое отношение. Просто важно найти свой путь, потому что вот проблема то, что ты сказал, когда мы занимаемся не своим. То есть нельзя думать, что если Бог дал мне творчество, я могу делать что хочешь, и всё будет творчески. Да нет. Вот. Например, я как проповедник чётко в своей жизни увидел, что, например, письменная речь и устная речь – это, в принципе, два разных языка. И есть немало прекрасных писателей, которых очень трудно слушать. И есть немало прекрасных проповедников, которых очень трудно читать. Да, очень-очень трудно читать. Как мой друг Максим Максимов говорит, некоторые проповедники так быстро пишут книги, что не успевают их прочесть. Вот. И, к сожалению, из-за того, что там некоторые пасторы считают, что если я пастор, особенно успешный проповедник, я как бы обязан иметь какие-то книги. Ну, я же пастор. Как пастор без книг? На самом деле никто не обязан. Вот. И иметь помазание, например, на проповедь, не то же самое иметь помазание на книгу. И важно знать, для чего у тебя есть дары. Иначе, ну, просто сейчас книжные столы ломятся от избытка христианской литературы, и среди вот этого изобилия очень трудно найти что-то стоящее действительности. Почему? Потому что, думаю, очень многие люди занимаются не тем. Переписывают там. Многие книги там, те же христианские, переписывают одно с другого. Я думаю, точно так же и в музыке мы можем наблюдать, когда происходит часто копирование. Есть прекрасные музыкальные группы. Кому невозможно, чтобы весь остальной христианский мир там копировал Хилсонг или еще какие-то другие вошип поклонения, вошип коллектива. Важно, чтобы двигаться в своем. Она может быть там не такой велика, чем у кого-то, но это мое. И Бог будет спрашивать. Ну, это же проблема вообще нашего века. Мы уходим от себя, повергая себя в рабство чужого образа. Весь Голливуд на этом стоит. Сегодня же люди с ума посходили. Они же делают по сто пластических операций, чтобы просто быть похожим на какую-то звезду. И копирование вот эта проблема повсеместная, тот же Хилсон, о котором мы говорим. Но с другой стороны, мы что, опять возвращаемся к яйцу с цыпленком? Это каждый должен искать себя? Тут есть, у меня есть знакомый, у которого есть такое слово, он любит его употреблять, настоящесть. Вот он говорит, в каждом человеке должна быть настоящесть. Вот, когда вот есть вот эта настоящесть. Вот эта вот настоящесть. Настоящесть – это вот именно твое. Вот твое. Ну, так твое, а что? А у тебя там ничего нет за душой? Ты как бы с фиговыми листочками. В том-то и дело, что, когда мы читаем Писание, не каждому Бог дал пять талантов, но каждый имеет что-то свое. Хотя бы один, но твой. И Бог не будет тебя спрашивать за пять талантов, которые Он тебе не дал. Но Он спросит у тебя за твой талант, который ты имеешь. И немало людей, они пренебрегают своим настоящим талантом ради имитации пяти талантов. Ради попыток, вот то, что в тренде, то, что сейчас модно, мейнстрим, да, вот занимаются вот этими. Вот важно найти свое, найти свой дар, найти... Для этого, в принципе, дана нам молодость, юность дана. Когда ты находишь в себе, а к чему Бог меня призвать? Что есть мое, да? И когда ты вот это найдешь, уже дальше идет труд, как реализация таланта, пускать в оборот свой талант. Я однажды сказал такую фразу, она вызвала неоднозначную реакцию. Я сказал, что найти Бога и найти себя далеко не одно и то же. И люди, которые нашли Бога, еще не говорят о том, что они нашли себя. Мне кажется, что они стали на шаг ближе к тому, чтобы найти себя, потому что найти себя я могу только в Боге. Если я Бога не знаю, не признаю, не отрицаю, как я вообще себя могу найти вне Творца, как я как творение себя вообще пойму и объясню вне Творца. Но это неоднозначную реакцию вызывает у верующих людей. Всегда все сводилось к тому найти Бога. И как бы точка. Это главная задача жизни. А вот что ты думаешь? Найти себя и найти Бога. У меня несколько лет назад в духовной жизни произошел глубинный перелом. То есть очень серьезный перелом. Он касался моей молитвенной жизни. И это произошло как у меня, так и у моей супруги. Хотя это было немножко по-разному, но в принципе в одном, более-менее в одном похожем направлении. У меня изменилось во многом отношение к молитвенной жизни, к переживанию Господа. И я вот могу на своем опыте сказать, что когда я стал переживать Бога неизмеримо более, чем раньше, я и себя нашел точно так же, совсем по-другому. Я вдруг заметил, что я стыдился раньше себя. Я стыдился, я боялся. Вот того мальчика, который внутри живет, внутри меня, не стыдился. Потому что есть же определенные образы у нас в нашем евангельском протестантском мире. Муж Божий, успешный спикер христианский. И живешь в вот этих образах. Входит в пятерку лучших. Да, да, да. Даже помню, какой-то журнал делал лучшие проповедники, лучшие христианские авторы. И мы вот как бы в эту гонку включаемся. То, что Библия называет «суета-сует». И вот этот наш внутренний ребенок, он как будто страдает, он там загнан. И вот когда ты вдруг понимаешь, что да, я вот такой. И вот это вот глубинное переживание себя, оно у меня всегда идет вместе с переживанием Бога. Когда ты находишь, где его. Не там где-то. Не нужно идти туда. Не нужно ехать в Сакраменто или в Киев, или еще куда-то. Царство Божие, оно где? Внутри вас. Внутри вас есть. И когда мы ищем его, Царство Божие, то мы неизменно углубляемся в себя. Это важно отличать от самокопания. Я сейчас не говорю про самокопание, когда люди себя съедают, что-то пытаются там понять в себе. Это даже вот не столько... Это скорее принять себя, какой ты есть в Боге. Да, принять себя вот таким, какой есть. Вот как, например, моя рука, она может странать, что там она не глаз, или не такая мощная, как нога. Но ведь я так рад, что у меня не четыре ноги, а две ноги, две руки. Я ценю это. Хотя, может быть, рука бы сравнивала себя с глазами, с ушами, с ногами и чувствовала какую-то свою ущербность. То есть вот эта практика сравнения, это не та дорога. Когда Павел говорит, откуда у вас разделение, не оттуда, что рука скажет, ноге ты мне не надобна. И он говорит, чтобы не было разделения в теле, Бог так разместил. Тут, конечно, есть и другая сторона. В чем-то есть и плюсы в конкуренции. Вот, например, когда там где-то находишься, бывает какая-то рутина начинается, потом смотришь там, о, вот Александр Шевченко там вот какие-то вещи начал. Думаешь, а что я-то сижу, да? Это в чем-то есть и плюс, когда наша плоть, она ленива в чем-то, она инертна в чем-то. И иногда есть здравые вещи, когда ты тянешься к людям, имеющим благословение. То есть ты хочешь тоже быть благословенным, чтобы твой талант не остался закопанным в землю. В этом есть хорошее. Но есть и другая крайность, да, как у всего есть другая крайность, когда твоя жизнь становится уже жизнью с постоянного соревнования, соперничества, постоянно, когда люди пытаются кому-то доказать. И это, опять-таки, неуверенность, потому что на самом деле они не другим. Они себе что-то пытаются доказать. А когда ты осознаешь, что я принят им, я принят им, я не должен... Вот это как раз мы праздновали 500-летие реформации, да, вот это то, что, в принципе, и произвел такой взрыв, да, праведный, верный, жив будет. Нам не нужно заслуживать, чтобы Богом быть любимым. Ведь Мартин Лютер же, он не теоретик был, он был практик, он же все это проделывал в своей жизни, все эти веригенности. Сам выстрадал, прежде чем что-то заявлял, да. А потом понимаешь, да, Бог меня принял. Как? Поверь. Виктор, огромное спасибо. У нас осталась одна минута. Мне бы очень хотелось, чтобы ты процитировал одно, два самых любимых своих четверостишья, или куплет какой-то, ну, или, не знаю, афоризм чей-то. Вот что близко тебе, какого-то поэта, писателя, что определяет тоже тебя, или тождественно твоей сущности. У нас 40 секунд. Я бы сказал, я у одного мудрого человека прочитал такую фразу, которая для меня в последнее время, она связана с твоим вопросом. Когда ты ищешь Бога, то с удивлением обнаруживаешь, что ты находишь и себя. Вот это вот выражение, оно для меня во многом прожито. Я знаю, что это легко понять, тут нет ничего сложного. Но во многом то, что говорил Иисус, было несложно понять, а вот пережить это внутри себя, это будет очень важно. Итак, еще раз. Я бы всем телезрителям, когда ты ищешь Бога, то ты, к удивлению, находишь и себя. Здорово, здорово. С нами был Виктор Судаков, и я Александр Шевченко. Я благодарю всех, кто был с нами в течение этого часа. Пожалуйста, поделитесь ссылкой на это видео. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!